Снова солнце закат, я вижу перед собой, и не орёт наш комбат, и не зовёт идти в бой. 15 февраля – это день, свят для каждого воина-интернационалиста. Им пришлось воевать за пределами Родины, и они достойно выполнили свой интернациональный долг. Вернулись живыми, и теперь каждый год собираются вместе, чтобы вспомнить нелёгкую службу своих однополчан и помянуть товарищей, погибших на поле боя. Владимир Лобов – ветеран Афганистана. Ему довелось пройти через ужасы войны, но он сумел не просто выжить, но и вынести из неё свои уроки мужества. Поэтому теперь на его груди орден Красной Звезды и медаль за отвагу. Я попал в Афганистан сразу же после окончания военно-училища в сентябре 1982 года и по сентябре 1984 года. Попал в десантно-штурмовую бригаду, ходили в засаду, занимались сопровождением колонн, сопровождением грузов и другие армейские операции. Конечно, это была очень напряжная работа, ходить по горам спасало то, чтобы были очень молодые. Сегодня в подразделениях Брестской таможни добросовестно трудятся 9 воинов-интернационалистов. Ещё 5 работают в Брестском филиале республиканского унитарного предприятия «Белтаможсервис». Ежегодно в день вывода советских войск из Афганистана руководство собирает этих людей, чтобы сказать им слова благодарности и выразить глубокое уважение перед подвигом, который они совершили. Собственным примером они способствуют поддержанию стабильности в нашем обществе и воспитанию патриотизма у нашей молодёжи. Время отделяет нас от тех событий, но отголоски военных действий проникают в нашу поседневную мирную жизнь. Поэтому защита нашего государства от новых угроз и вызовов всегда будет являться первостепенной задачей. День памяти, мужества и сплочённости пришли разделить с воинами-интернационалистами учащиеся таможенных классов и молодые сотрудники таможни. Для каждого из них эти люди не только свидетели и хранители трагических событий истории, но и воплощение мужества и героизма. Это на сегодняшний день единственные живые очевидцы тех трагичных моментов, свидетели войны настоящей. И они именно позволяют нам понять хрупкость, ценность мира и оставляют в молодом поколении ценность, уважение к тому, что на сегодняшний день у нас есть. Людмила Логодич, Эдуард Бакунович, Юрий Лемонтович, телекомпания Буктовая.